Всем привет, уважаемые друзья! Вы на канале Slovat United, меня зовут Эмиль, и сегодня мы начинаем первый эксперимент в Football Manager 2019. Посвящен он будет, как я и обещал, двум тренерам, которые недавно были отправлены своими клубами в отставку. Первый это Хулин Лапитеги, человек, который умудрился с Реалом идти на 9-10 месте в чемпионате Испании с Реалом. Это просто, наверное, с учетом его увольнения еще из сборной Испании, это самый бездарный тренер 2018 года. Ну потому что, блин, ну как? С Мадридским, блин, Реалом человек идет на 9-м месте. Вот с таким вот составом у тебя ушел, по большому счету, только Роналду. Остальные игроки есть. У тебя, блин, есть Венициус Джуниор, которого ты нахрен сослал в Кастилью. Потенциально вообще лучший игрок мира. И замена Криштиану Роналду у тебя, он, блин, не играет в Лапитеги. Вот и иди, пожалуйста, в Спартак и там тренируй. И Массимо Каррера, бывший тренер Спартака. Ну, личность фигуры такая достаточно противоречивая. Кто-то считает, что Карреру зря уволили. Кто-то уверен в том, что давно пора и прогресса в игре не было. Футбол Менеджер 2019 уже доступен и приобрести его можно даже дешевле, чем в Стиме. Для этого достаточно перейти по ссылке под видео, а промокод SlotUnited даст вам дополнительную скидку. Ну, в любом случае сказать, что Массимо как-то там дико обосрался, ну, наверное, нельзя. Знаете, вообще, единственный косяк Массимо Каррера это увольнение Лю Хуншеня. Во всем остальном это, в принципе, довольно неплохой тренер, как мне кажется. Но Спартак при нем в последнее время перестал прогрессировать. Ну, и в прошлом сезоне Спартак ничего не показал. Хотя, по большому счету, тогда и Квинс и Промес был еще в составе. Говорить о том, что у Спартака был какой-то совсем дерьмовый состав, ну, нельзя. Все-таки чемпионом, блин, стал локомотив. Как такое вообще возможно? Это тоже большая загадка. Там старички Фарфаны, Мануэл и Фернандеши каким-то образом во главе с Палычем взобрались на эту вершину. То есть у Спартаката в прошлом сезоне состав был, ну, я думаю, что посильнее, чем у Лока все-таки. Тем не менее, Массимо не смог даже попасть напрямую в Лигу чемпионов. Он не смог попасть и на кривую, вылетев в квалификации. То есть, по большому счету, основания для увольнения Карреры, наверное, все-таки были. Как бы там не критиковали Фидуна и как бы не критиковали Совет ветеранов этот символический, спартаковский. Ну, посмотрим. Мы, в общем, теперь отдали Массимо Каррере под управление Мадридский Реал. Ну, а Спартаком будет рулить отныне Хулин Лапитеги. Ну, не знаю, если Лапитеги уволят еще и из Спартака до Нового года, я буду просто дико смеяться. Но, тем не менее, надеюсь, что не уволят. Мы даем людям шанс проявить себя с 11 июня. То есть, какие-то приобретения могут сделать и тот, и другой. Можем взглянуть на детали клуба, на финансирование, трансферный бюджет. Но вы видите, что у Спартака на трансферы ни много ни мало, друзья, 10 миллионов. 10 миллионов – это хватит на покупку, ну, какого-то более-менее неплохого футболиста, как мне кажется. Так что Лапитеги может, в принципе, напрячь свои трансферные извилины и попытаться кого-то приобрести. Насколько я понимаю, Квинси здесь уже, да, Квинси здесь уже в Севиле. У Реала на трансфер изначально 59 миллионов. Ну, это много. Я думаю, что Массимо может позволить себе кого-то приобрести. Хотя кого, блин, приобрести в Реал? Тут у всех просто, ну, блин, по скиллам эти ребята охренительно. То же самое Гаррет Бейл, да, он, ему 28 лет, он еще может потянуть. Он еще может потянуть. Есть Марко Асенсио, который абсолютно невероятен. Есть Венициус Джуниор, который в перспективе абсолютно невероятен. И посмотрим, будет ли Массимо доверять своим молодым игрокам, или же он предпочтет играть стариками и проигрывать, как это умудрялся делать Хулин Лопитеги. Ладно, давайте просимулируем до окончания трансферного окна и посмотрим, будут ли какие-то приобретения. Итак, сезон в Российской Премьер-лиге стартовал. Спартак идет на шестом месте. Одно поражение, причем 0-2 от Урала. Четыре ничьих с Динамо, Рубином, Оренбургом и Тульским Арсеналом. И две победы над крыльями Советов и ЦСКА. Ну, вот что, наверное, важно, да? А что удивляет, это вообще таблица чемпионата России. Потому как «Зенит» лидирует. Ну, это, наверное, неудивительно. «Зенит» все-таки фаворит сезона. На втором месте Тульский Арсенал, на третьем – Урал, на четвертом – Уфа. Как это вообще возможно, учитывая то, что Уфа играет в Лиге Европы параллельно. Да, она, наверное, прошла Егелонию. Или не прошла? Нет, видимо, не прошла, потому что по голам на чужом поле не прошла. Ну, вот, тем не менее, вы видите, что, в общем-то, в чемпионате страны Уфа даже Краснодар приложила со счетом 2-0. И это неплохо, наверное. Но, тем не менее, что там у нас вообще со «Спартаком» творится? Самое-то главное. Ну, настроение, вроде бы, в команде неплохое. Самое главное, что Ещенко счастлив. Как там Денис Глушаков. Где Денис Глушаков, кстати, вот. Великолепное настроение. В сборную уехал Денис Глушаков. В общем, главное, что игроки довольны. Вот, что сделал Хулин Лопетеги. Адрианов нападение. Роша слева. Самедов справа. Глушаков Зовнин в центре поля. Фернандо в опорной зоне. Мельгареха на позиции левого защитника. В бакете Жиго. И Ещенко справа в защите. В бакете Жиго пара центральных. Ворот Хребров. Ну, кстати, вот Жиго. Это отличное приобретение. И здесь, наверное, ему не докрутили статы. Но в плане отбора уж, я думаю, не 11 отбора. Минимум там 15 я бы поставил Самуэлю Жиго. В любом случае, здесь он играет довольно здорово. Что касается вообще приобретений трансферных. Были ли они у Спартака, Еременко, Эвелин Попов, Жиго и Ташаев. В общем, все реальные приобретения, они здесь только и остались. Больше ничего не было. Разве что продан Зе Луиш за 4 миллиона. Ну, практически там 4-1. То есть, может сумма достичь даже 6. Зе Луиш продан в Сельту. Вот это интересно. Причем Зе Луиш в Сельте играет, ну, скажем так, не много. Выходит на замену. Так что тут не все хорошо. А что там с Мадридским Реалом? А Мадридский Реал только 2 матча сыграл. Один выиграл, один проиграл. Обыграл Атлетик 1-0 и проиграл Эйбару 1-2. Эйбару проиграл Мадридский Реал. Ну и на 10-м месте пока, в общем, все не очень хорошо для Массимо Каррера. Давайте посмотрим, что Массимо, какую схему использует. Бейл у него получил травму, как и Бензима. Кстати, на 5 недель Бензима. Бейл выбыл на 5 месяцев. Ого-го. Венициус Джуниор. Это твой выход, братишка. Потому что тут все очень плохо с травмами у Мадридского Реала. Ну и давайте взглянем на трансферы. По трансферам, ну, Диего Льорента из Реалса Съедат. Ну, вы серьезно? Это странный защитник. Ну, возможно, он и нужен, но, наверное, это не первостепенный трансфер. Далее у нас Андре Коста покинул клуб и Родригес ушел в Реал. В общем, составы такие же, какие есть в реальности и у Спартака, и у Мадридского Реала. Успехов пока особых нет, но давайте посмотрим, что будет к зиме. Итак, друзья, 1 февраля Барселона уверенно лидирует в чемпионате Испании. У Мадридского Реала 36 очков. Три поражения, в том числе от Барселоны и от Валенсии, добавились к тем. Куча ничьих, и, в общем-то, Реал Мадрид под руководством Массимо Каррере пока серьезно проседает. Давайте посмотрим, как дела в Лиге Чемпионов. Поражение от Наполя, победа над Брюгге, победа над ЦСКА. Ну, кстати, ЦСКА здесь тоже в группе в одной с Реалом. И так, одна победа над ЦСКА, и вторая победа над ЦСКА. Ну, то есть, видите, вот Лупитеги не смог обыграть ЦСКА, а здесь наставник Каррера смог. Потому что хорошо знает ЦСКА, разобрал всех, и в итоге так уверенно достаточно выиграл в Москве ЦСКА. Ничего не смог противопоставить. Марко Асенсио, конечно же, Марко Асенсио там просто творит чудеса. Одна голевая передача. Карим Бензима даже забивать стал под руководством Массимо Каррере. Но, в общем и целом, на Ювентус попал Реал. Вот это интересно, Роналду против бывшей своей команды. Это, конечно, очень и очень любопытно. Зимой мадридцы не подписали никого. Бесплатно отпустили Санса. Ну, хорошо, что не Сансу Старка не отпустили. Ну, в общем, и Ригелон ушел в Нотингем Форест. Причем за достаточно небольшие деньги Серхио Ригелон покинул команду. У Лапитеги дела идут гораздо лучше. Спартака вообще возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Три поражения от Рубина, Арсенала и Урала. Но при этом победы над Зенитом, над ЦСКА, это все, конечно, идет в зачет. Да, и Хулин Лапитеги пока смотрится довольно здорово. Давайте посмотрим на его тактику. Ташаев, Ханни, Глушаков. Похоже, здесь кого-то удалось продать. Камбара в бакете Джикия Ещенко. А Жиго у нас что, травмирован опять? Где Жиго? Нет, Жиго просто не играет, не проходит в состав. Давайте посмотрим на историю трансферов. Антон Миранчук куплен из Локомотива за 7 миллионов. Причем не Алексей, Антон! За 7 миллионов! Зачем нужен Антон Миранчук за 7 миллионов? Я стесняюсь спросить. У него просто нет скиллов. Что ты делаешь, Лапитеги? Ну, тем не менее, лидирует. Ну, правильно, он продает Зобнина за 15 миллионов. Зобнина продает за 15 миллионов, дурачок. Зобнина, блин, за пятнашку отдал. О, боже. В Монако. В Монако там что? Фармклуб чемпионата России, что ли? Я не понял. Зобнин Головин. Вот это связочка в Монако. Да, это, конечно, очень интересно. У нас тут русская Монако собирается постепенно. И Монако, кстати, идет здесь на третьем месте. А тренирует его Тириан Ри. Да, Тириан Ри, ну, скажем так, нашел ключики-то от этой красно-белой машины. И потихонечку Монако движется вперед. Но это, конечно, очень спешно. Но Головин, причем недоволен, хочет новый контракт. Да, это что-то, конечно, с чем-то. Так как заслуживает большего. Ты 54 тысячи в неделю получаешь. Но, правда, он здесь играет очень мощно за Монако. На позиции центрального полузащитника 4 гола, 8 голевых передач. В Кубке Франции вообще средняя оценка 9,7. В Лиге Чемпионов, правда, 7,07. Но все равно, я думаю, что Головин здесь однозначно заслуживает новый контракт. Потому что 54 тысячи в неделю. Это как-то довольно скромненько. Зобнин получает 76. Ну да, если вы за Зобнина за 76 подписываетесь, то Головину-то платите больше. А уж сколько там получает Фалькао? 170, конечно, конечно. Фалькао, который забил всего 7 голов. Всего на 3 мяча больше нападающий забил, чем Головин. И просит таких больших денег. Ну что, у нас Спартак, лишившийся Романа Зобнина, занимает всего лишь третье место в чемпионате России. А чемпионом вновь становится Локомотив. И Локомотив, который особо не лидировал, не был впереди. Но Юрий Палыч совершил чудо. Золотой дубль от Семина. Это, конечно, что-то с чем-то. Я думаю, что за Палыча можно порадоваться. Зенит 6-й. Они Семака уволили. Ну, потому что Семак просто некорректно сделан в этом футболе. Менеджер назначили Дебура. Дебур ничего тоже толком не смог поделать. Но это надо полностью переделать. Говорю, российскую базу. Я, возможно, этим займусь. Но это просто кошмар. То, что мы видели по итогам смотра того, скиллов игроков. И особенно тренеров, которым просто дают нехарактерные расстановки, которыми эти тренеры не играют. Тем не менее, ЦСКА и на Виктора Гончаренко занимают вторую строчку. Ну, Локомотив, конечно, вновь всех радует и удивляет. Спартак третий. И Лапетеги пока не увольняют. Я думаю, что еще сезончик ему дадут поработать. В финале Кубка России Лапетеги удалось выиграть. Все-таки хоть один трофей завоевать. Уфа обыграно 2-1. Хотя в премьер-лиге, кстати, этой же Уфе Лапетеги-то проиграл со счетом 0-1. Чемпионат Испании выиграл Атлетико. Реал занял только четвертое место. Вряд ли такой результат может удовлетворить мадридских боссов. И Массимо Каррера и его карьера висят на волоске. Ну, вот вы видите, таким составом играет мадридский Реал. И прямо сейчас мы посмотрим финал Кубка Испании против Барселоны. Чем же нас удивит Реал? А вот, кстати, по поводу золотого мяча. Люди спрашивали, кому достанется золотой мяч в FM-19. Вот Криштиану Роналду отдают. Месси 2-й, Харрикейн 3-й. Никаких модричей, варанов, никого нет. Все, в общем, без сюрпризов. Здесь вот тоже Роналду, Месси, Неймар. Реал Массимо Карреры против Барселоны Вальверде. Ну, мы видим, что, в принципе, состав Барселоны, какой в жизни, такой и здесь. Ничего тут экстраординарного я лично не вижу. Но разве что Месси на позиции центр-форварда. Ну, скорее всего, он играет там или ложную девятку, или свободного художника, или кого-то. Но у Мадридского Реала тоже состав без особых сюрпризов. Так что мы вправе с вами посмотреть на хороший футбол. Лука Модрич, видимо, травмирован, поэтому его и нет в составе. Ну, да ладно. В любом случае, Венициуса Джуниора, ни тот, ни другой тренер, ни Лапитеги, ни Каррера не используют в составе. Потому что, ну, реально, это я смотрел на резки там его матчей в Бразилии. Это был реально крутой игрок. Но то, что сейчас его маринуют, мне кажется, это неправильно. Все-таки стоит, наверное, дать парню шанс. Ну что, удастся ли завоевать трофей Массимо Каррере? Хули на Лапитеги в России это удалось. Ну и все-таки сезон Лапитеги в любом случае в Спартаке первый был куда успешнее, чем сезон у Массимо в Мадриде. Дембеле бьет не точно. Дело в том, что, ну, уж очень, уж очень слабенько провел свой сезон Массимо. Ну, совсем слабенько. Занимать четвертое место в чемпионате Испании с Реалом. Пусть даже без Роналду. Все равно состав-то у Реала вполне приличный. Вполне приличный. И, ну, в Испании, ну, кто сильнее? Ну, только Барселона, Атлетика могут по качеству игроков как-то посоперничать. А уж все остальные-то это... Так, Месси штрафной бьет, Куртуа спасает. И здесь еще один момент. И снова суперсейв от Тибо Куртуа. Ну, Куртуа рад, что кто угодно, только Никонто тренирует Мадридский Реал. Тем не менее, Барселона сейчас очень мощно атакует. Поджимает Реал к воротам. Месси, Дембеле блокируется удар. Марсел, по-моему, там успевает. И снова подача. Месси мощно туда, но там Рафаэль Варан выше всех. Снова с мячом Лео Месси. Он врывается в штрафную. Дембеле не стал обыгрываться с Месси. Бьет прямо в крестовину. Попадает мяч. И от нее в руки Тибо Куртуа. Да, пока шансов Реал, ну, совсем мало. Еще меньше, чем в классику, недавно состоявшемся в реальной жизни. Рамос. Ну, вот, может быть, сейчас что-то получится. Рамос и Кросс. Пока, получается, у них только перепас. Казимира подключен к атаке. Бейл. Бейл врывается в штрафную. Нет, здесь ничего такого. И контратака Барселоны. Ну, мы привыкли к тому, что Реал как раз ловит Барселону на контратаках. А вот здесь получилось так, что Барселона едва не поймала королевский клуб. Дембеле на фланге. Усман Дембеле простреливает. Серхио Рамос играет вроде бы надежно, но там Марселло не откликнулся на его передачу. И вот контратака Реала. Гаррет Бейл. Бейл летит, но его останавливает Серхио Бускетс. Бускетс. Играет с Альбой. И снова Серхио. Ну, вот пока так. Барселона на коротке, в своем стиле действовала. Ну, где опасный момент-то нам обещали. Показать что-то интересное. Но ни те, ни другие пока не могут довести атаку до логического завершения. Может быть, сейчас у Реала получится. Марселло подача. И это неплохой удар. Ископ, кажется, или Бейл. Кто-то из них там подключился. Не обратил я внимания. Кутиньо получил повреждение. Играет с травмой Филиппе Кутиньо. Но в ходе штрафной убьет. Да, это такое типичное смещение Кутиньо в центр. После которого он может и пас отдать хороший. И прострелить. И даже пробить и забить гол. Месси. Угловой удар. Кросс там выносит мяч. Филиппе Кутиньо. Пике. Шакир на тебя смотрит. Пике, постарайся. Ракитич. Теряет мяч в противопростое с Кроссом. Но там никто из футболистов Реала не был готов. Даже Карим Бензима, который вроде бы форвард и должен действовать на острие. Но он был далеко от ситуации. Бейл. Вот сейчас может что-то получиться на скорости Гаррет Бейл. Играет с Казимиро. Асенсио. Назад на Тони Кросса. Казимиро. Бейл. Ну, как-то совсем плохо, Гаррет Бейл. Совсем плохо. У Реала 5 ударов. Один в створ. У Барселоны 8. Два в створ. Марселло получил травму. Выходит Начо на позицию левого защитника. Ну, вот травма Марселло. Травма бедра. Это, конечно, никому не пожелаешь такой участия. У Марселло уже скорости нет, конечно. Считать его топовым левым защитником, наверное, не стоит в ФМе. Потому что со скоростью 12-14, ну, это можно только в каком-то трассортном чемпионате бороться за звание топчика. В чемпионате Испании уже, конечно, крайне тяжело с этим быть. Особенно, когда тебе там противостоят ураганные совершенно люди. Ну, справа там Усман Дембеле со скоростью 18-18. Серхи Роберто получил травму. Правый защитник. Вместе с ним Марио Фернандес. Из ЦСКА перебравшийся в Барсу. Вот так вот русский парень. Россиянин. Марио Фернандес. Приятно. Играет в Аль-Классику. Как давно не было русских в Аль-Классику. Умдите. Пике. Подключение Марио Фернандеса. И вот сейчас может быть интересно. Марио, ну, форма практически не изменилась. Прямо как у ЦСКА. У Барселоны. Ракитич! Удар! Ну, очень плохо пробил Ракитич. Хотя Марио Фернандес сделал все просто в этой ситуации для Ивана Ракитича. Но он пробил не точно. У Барселоны, конечно, преимущество по первому тайму. И пока Массимо Каррера далек от первого трофея с Королевским клубом. Ну, может быть, в перерыве как-то Массимо поговорил со своими футболистами. Начо! Кросс! Начо! Прострел не получился. Ракитич. И здесь Месси. Месси это всегда опасно. Тем более, когда ему помогают. Видаль. Очень плохой удар. Но тут штрафной. И сейчас Тибо Куртуа нужно будет... Да, нужно будет постараться. Тибо справился. Бускец. Но Бейл с ним разобрался. У Бейла есть опыт на позиции левого защитника. Поэтому он умеет вступать в отбор. Гаррет Бейл. И у нас уже второй тайм близится к своей середине. Что-то по-прежнему не открыт. Ну, давайте смотреть, что придумает мадридский Реал Асенсио. Может пробейся, но бьет как-то совсем плохо. Это явно не стиль Марка Асенсио. Ну, и там травмы получил еще и Казимирова мадридского Реала. Довольно много травм. Довольно много травм. В жизни в футболе, конечно, тоже всякое бывает. Но футбол-менеджере в новом, как мне кажется, немножко все-таки проблемы с этим есть. Именно с травмами. Во время матчей. То есть по 2-3 человека стабильно выбывают в каждой игре. В жизни, конечно, бывает, что вынуждены на замену из-за травмы. Но, как правило, это травмы на 1-2 дня. А здесь, если травма, то именно красные травмы происходят. Дембеле! Покатил мимо Куртуана, не попал створ. А здесь именно красные травмы происходят, которые там иногда выбивают из строя на несколько месяцев. И вот это вот, конечно, очень тяжело. Видаль, перевод нам Марио Фернандеса. Фернандес на Дембеле. Очень здорово. И вот здесь, вот, на Месси. Ну, головой Месси. Это, конечно, немножко нетипично. У Барселоны выходит Франко Черви. Только Червей нам на поле не хватало. Рамос показывал Арбитру, что его толкнули. И судья отправляется смотреть видеоповтор. Конечно, в Эль Классико. Тут нужно смотреть видеоповтор. И Арбитр изучает этот эпизод. Был ли там фул. Так, давайте смотреть, какое решение примет судья. Пенальти. Пенальти. С помощью системы ВАР. Арбитр определяет 11-метровый удар. И ИСКО выводит Мадридский Реал вперед. Вот так вот. Благодаря Судье, кто-то скажет. А, Судейк там помог Реалу. Помог Массимо Каррери. Но Серхио Рамос вовремя обратил внимание Арбитра на спорный эпизод. Правда, сейчас Барселона полезет в атаку большими силами. Скорее всего. Марио Фернадес. Барселона и так не особо оборонялась. Она шла вперед. Тут вообще сейчас уже других вариантов нет. Ну, навешивать на месте в борьбе с Вараном. Это какое-то не самое мудрое решение со стороны Марио Фернадеса было. Зачем навешивать на месте? Вообще. Низом надо играть. Низом. Простреливать, наверное, на месте лучше. Вот так хотя бы. Начо здесь играет в мяч, по мнению судьи. А вот здесь. Здесь Варан сбрасывает прямо на Ракитича. Ракитич попадает в Усмана Дембеле. Такая неприятность для Барселоны. И Барса сейчас будет нагнетать. Месси. Видаль. Удар в касание. Мимо ворот. Мимо цели проходит мяч. Давайте мы все-таки поставим опасный момент. Потому что... Ох! Вот это точно был опасный момент. Мяч попадает в штангу. Потому что полумоментов здесь довольно много. Так. Одна замена произведена у Реала. Мунир появился у Барселоны. Но уже все, у Барса замены не будет. Только, я думаю, в дополнительное время там разрешат им провести еще одну. Кросс. Перевод на Начо. А будет ли дополнительное время? Может быть, Реал сейчас забьет еще один гол? Иско. Кросс. Удар! Хороший удар от Тони Кросса. Но мяч проходит не точно. Вот тут вот. По большому счету из таких интересных людей остался Артур. Центральный полузащитник. И Малкольм. Крайний игрок. И Реал выпускает Лукаса Васкеса вместо травмированного Казимира. Васкес занял позицию правого полузащитника. Асенсио и Кросс сейчас вдвоем играют в центре. Но ни тот, ни другой не считаются классными игроками отбора. Сейчас, когда Реал, казалось, нужно удерживать счет, без опорников остался мадридский клуб. Такое решение Массимо Каррера. Возможно, чтобы перевести игру к чужим воротам. Черви бьет. Марио Фернандес не успевает на добивании. Начо выносит. И победа. Массимо Каррера с мадридским Реалом празднует свой первый трофей. Вот он Массимо в красном. Там со спартаковских цветах еще остался в красной рубахе. Разве это не здорово? Ну и Каррера и Лапитеги выиграли кубки своих стран в первом же сезоне. Что будет во втором? Ну давайте смотреть дальше. Вот, кстати говоря, Вальверде уволили после поражения. Да, он не выиграл чемпионат и он не выиграл кубок. Так что для одного из тренеров это понятное дело было критично. Кто проиграет, тот увольняется. Хотя Барселона даже до четвертьфинала дошла, где проиграла Манчестер Юнайтед. А, кстати, кто в финале у нас? У нас Ювентус и Манчестер Сити. Вот такие вот интересные, да, пары финалистов. Что у нас в Лиге Европы? Милан и Вильяреал. Вот такие вот команды. Локомотив, кстати, вышел из группы. Краснодар проиграл. Так-так-так, ЦСКА тоже уступил. И Спартак вступил. Ну, в общем, Локомотив, пожалуй, в этом сезоне был самой успешной российской командой во всех турнирах. Ну, здесь Вильяреалу как раз-таки и проиграл Лока. Вильяреал финалист. Ну, вы знаете, первый сезон Лопитеги все-таки оказался для него последним в московском Спартаке. Фидун не выдержал и уволил Хулина Лопитеги. Честно говоря, я не понимаю, почему Фидун... Дурацкий совет ветеранов, видимо, помешал. Сейчас к Александру Викторовичу Бубнову обратимся. Александр Викторович, скажите, пожалуйста, вы в совете ветеранов Спартака состоите? Боже, упаси. И я хоть играл за Спартак, да, но деятельность этого органа, да, скажем так, не понимаю совет ветеранов. А что ветераны могут посоветовать там? Ну, они могут, знаешь, как индивидуально, да, посоветовать что-то. Но Фидун должен сам разбираться в футболе и сам принимать решения. Либо, знаешь, как понимать, да, что нужно. При том, что Спартак выиграл Кобок, вышел из группы Лиги Европы, да, вот. И он сейчас уволил Лопитеги, который в прицепе неплохой сезон провел, да. И сейчас в итоге ему не дали второй сезон. Слудского назначили! Вот это красавцы! Нашли, нашли кандидата, да. Но Спартак занял третье место в прошлом сезоне. Он в этом тоже идет третьим, по большому-то счету, да. И он уже Зениту проиграл и Локомотиву проиграл. Своим основным конкурентом уже проиграл. Вот молодец! Вот это тренер, да. Работает тренер Слудский. И, на мой взгляд, это катастрофа. И нельзя быть настолько непоследовательным, как это спартаковское руководство сделало, да. Они уволили, ну, бог с ним, да. С тем, что не выиграет чемпионат. Но он кубок выиграл, выиграл. Трофей есть. И, в принципе, чемпионат не провалил. Вот. А сейчас пришел Слудский. Накупил Юсупова, Газицкого и Петрова. Петрову 28, Газицкому 30, Юсупову 30. Омолодил состав, называется. Бакетти продал за копейки. Да. За, ну, меньше миллиона продал. Ессенко ушел вообще в Ростов. Там, в этом, в штабе работает. И че ты? Какие ты трансферы провел? Вот ты с Юсуповым чемпионом становиться, что ли, будешь? Спасибо большое за ваше мнение. Александр Викторович, как всегда, очень информативно. Ну, да. Я думаю, что эксперимент уже можно считать завершенным. Потому как Хулина Лопитегия Федун попросил. Не выдержал пресса Совета Ветеранов. И отправился в отставку. Причем сразу после завершения сезона. Уволили Лопитеги. Кстати, Суперкубок выиграл уже при Слуцком. Спартак не прошел порту. И отправился снова покорять Лигу Европы. Каррера тоже продержался недолго. Уже 10 июня. Его также попросили. Флорентино Перес говорит. А не пошел бы ты куда подальше Массимо. Хотя Массимо выиграл трофей. Но вот таким вот образом покинул пост тренера. Два сезона продержаться не удалось ни тому, ни другому. Антонио Конте! Старый товарищ! Пришел все-таки. Старый товарищ Массимо Каррера. Тибо Куртуа! Ну, как говорится. Вообще хмурый вид у Тибо Куртуа. Ну, конечно. Пришел тот человек, которого он больше всего, наверное, не хотел видеть на посту. Но вот так получилось. И теперь посмотрим, что из всего этого выйдет. Каким образом Мадридский Реал будет из ситуации выходить. Потому как, ну, все-таки довольно интересно. Да, как и что дальше будут делать Мадридцы. Потому как, ну, все-таки, все-таки, наверное, всем хотелось бы, всем хотелось бы результата уже для Мадридского Реала. Спрашивали про лицарь Генов. Кстати, они умудрились сделать их еще хуже. Ну, посмотрите, какие страшные ребята. Есть ненормальные. Ну, вот такие вот это, конечно, Витя Михайлов. Я тебе не завидую. Да, ну, такие довольно карикатурные персонажи получились. Ну, да ладно. На этом завершаем мы наш первый эксперимент. В этом году, как мы видим, и Каррера, и Лапитеги не то, чтобы не справились. Сказать, что они прямо провалились, я бы, наверное, не сказал. Но руководство обоих клубов и Спартака и Реала оказалось крайне нетерпеливым. И всем нужен результат здесь и сейчас. Спасибо тем, кто смотрел. Всего вам самого доброго. Удачи. И пока-пока-пока. Не забывайте ставить пальцы вверх. Не забывайте подписываться на канал. Кстати, на Twitch-канал тоже подписывайтесь. Скоро у нас будет очень интересная сетевая по футбол-менеджеру. Она будет проходить именно на Twitch. Так что очень рекомендую подписаться и не пропускать. Все, всем доброго, удачи и пока.